Мы как раз тебя ждали. А мы это кто? Я и мой младший братик. Очень приятно, Осман. А чем вы тут занимаетесь? Мы играли в пальчиковую игру. Давай с нами. Осман тебе будет рассказывать о пальцах, а ты будешь переводить. А я смогу? Точно сможешь. Все слова тебе давно знакомы. А о руке и о пальцах мы говорили на прошлом уроке. Осман, вошла. Мой большой палец – дедушка. Указательный палец – бабушка. Средний палец – папа. Мой безымянный палец – мама. Бумен. Мизинец – это я. Будерменем аилем. Будерменем аилем. Это моя семья. Здорово получилось. Молодцы. Ахшам Шерфанас Хайр Лоусен Азиз Дос Ларым. Рад, что вы легко и играючи изучаете родной язык. Рушен уже показал, что хорошо усваивает тему инсан вуджедэ – человеческое тело. Но давайте посмотрим, как он и все, кто учит родной язык вместе с нами, выполнили другое домашнее задание. Первое задание. Допишите к существительным аффикс сказуемости единственного числа. Первое лицо. Мен ашчем. Кеманеджим. Моэндисом. Второе лицо. Сен ашчисом. Кеманеджисом. Моэндисом. Третье лицо. О ашчидр. Кеманеджидр. Моэндисдр. Второе задание. Экэнджи вазифе. Допишите к существительным аффикс сказуемости множественного числа. Первое лицо. Бэс мимармас. Ресаммас. Ишчимас. Второе лицо. Сыс мимарсанас. Ресамсанас. Ишчисанас. Третье лицо. Олар мимарлардр. Ресамлардр. Ишчилердр. Третье задание. Учэнджи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Айше, ты мне уже все рассказал о моих руках и ногах, о голове. Но у меня есть и другие части тела, и они, между прочим, в полном порядке. Я даже не сомневаюсь. Спина арка. У тебя прямая. Арка. Поставишь ударение не там, и будет арка. А ты ставь ударение правильно и произноси верно звуки, чтобы потом твоя спина не прогнулась, как арка. Арка. Кстати, кеф-де туловище. Повтори. Кеф-де туловище. А как будет живот? Живот курсак. 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 А талия или поясница бель? Ну это у тебя талия, у меня поясница. Так, курсак, бель. Интересно. А как будет тогда пупок? Пупок? Кобек. Кобек? Это же собака. Собака копек, а пупок кобек. Очень интересно. Тогда, когда я заведу себе собаку, назову ее кубек. Пусть будет пупком. А как будет позвоночник, ребро, берцовая кость, лопатка, ну и мягкое место? Как по-кымскактарски звучат все эти слова, в том числе твое мягкое место и все свои остальные сухожилия, ты посмотришь в словаре. Занимайся самостоятельно, вместо того, чтобы заваливать у меня кучей вопросов. Хорошо. Хм, а вопросов действительно много. Рушен, ты как знал, что сегодня мы будем говорить о вопросительных предложениях. Суаль дюмлеса. Суаль вопрос, дюмле предложение. Как и в русском языке, вопросительные предложения образовываются при помощи вопросительных слов. Кто, кым, что, не, где, не ерде, куда, не ерге, когда, не ваход, какой, насыл и так далее. Их много и все их ты уже знаешь по прошлым занятиям. Но давайте их вспомним и помогут нам в этом наши друзья. Кто ты? Это Юсуф. Это мой друзья. Юсуф не ерехал? Это ерехал. Я ерехал на ерехал. Я ерехал на ерехал. Я ерехал на ерехал. А я хочу тебя познакомить со словами, которые часто применяются в простых, в том числе в обратительных предложениях. Это указательные местоимения бу, шу и о. Ну, что такое бу, я знаю. Уже использовал это слово в словосочетании бу не, бу ким. Бу означает это. Ты прав. Ну, я знаю, что такое о. Это обозначает он или она. Да, но у о есть и другое значение, но об этом позже. Итак, бу, шу и о переводятся как это и тот. Но есть нюансы. Бу обозначает буквально близкий предмет, который находится очень рядом. Например, бу калем. Это ручка. Но если я отнесу ее подальше, на более далекое от нас расстояние, то о ней уже нужно сказать шу калем. Та ручка. Кажется, я понял. Получается бу маса, шу не, шу маса. Правильно? Да. Но остается многозначительное о, которое здесь и не он, и не она. Да. О, как указательное местоимение, обозначает наиболее далекий предмет, который располагается очень далеко. Например, о елдес, та звезда, или о дах, та гора. Ну да, про звезду не скажешь, шу елдес, она слишком далеко. А как ты скажешь про руки, спину и поясницу? А, ну они всегда рядом. Получается бу каларам, бу аркам и бу бэлем. Правильно? Ну еще могу сказать про пополку. Бу кобегам. Продолжим тему вопросительных предложений. В крымско-татарском языке, помимо форм таких предложений, где используются вопросительные слова, есть и другая. Для усиления вопроса используются частицы мы и ми. Сыскитапханегеки тесаназма. Идете ли вы в библиотеку? Как видите, такие предложения похожи на русские, с частицей ли. С одной лишь разницей. В русском языке частицу ли можно упустить, оставив лишь вопросительную интонацию. Вы идете в библиотеку? В крымско-татарском предложении даже при наличии вопросительной интонации частицы мы и ми опускать нельзя. Принцип построения такого предложения такой же, как и в случае с аффиксами. Частицы мы и ми присоединяются к слову, которое является предметом вопроса. Это может быть глагол. Тогда вопросительные частицы присоединяются к личным окончаниям глагола. К примеру, сен китабна алдэн – ты взял книгу. Прибавляем к глаголу частицу мы и получаем вопросительное предложение. Сен китабна алдэнма – взял ли ты книгу? Точно так же вопросительные частицы присоединяются к существительным сказуемостям, которые мы изучали на прошлом уроке. Сен китабна алдэнма – ты врач. Частицы мы и ми употребляются как правило, когда спрашивающему достаточно услышать лишь утвердительный или отрицательный ответ. Да – эбет или нет – йог. Сен китабна алдэнма – эбет. Еще важно помнить, частицы мы и ми всегда безударные. Задай мне любой вопрос. Айше, сен студентсонма? Эбет, мен студентам. Я сен. Что это за «я»? Это слово говорят, задавая вопрос в ответ. Это аналог союза «а». Ты спросил у меня, студентка ли я? Я сказала «да». И спросила в ответ «а ты?». А, понял. Ну тогда спроси у меня что-нибудь. Сен кашны севе сенмы? Эбет, мен кашны севем. Я сен. Йог, кашта пек сувук. Сен бу козны коресенмы? Кайса козны. Будельберг козны. Кам дыро будельберг козны? О сенси найше. Керчек мы? Что такое керчек? Задай вопрос по крымскому-татарски. Керчек, бунедр? Керчек, правда. Тогда ответ на твой вопрос. Эбет. Ну что ж, вы хорошо позанимались, узнали некоторые части тела, научились составлять вопросительные предложения с частицами «мы» и «ми». Пора прощаться, но сначала запишите домашнее задание. Первое задание. Переведите на крымско-татарский язык. Второе задание. Я кунджи вазифе. Переведите на русский язык. Переведите на русский язык. Переведите на русский язык.